Всем привет! Сегодня я с очередной книгой от Марты Стюарт. Я обещала снять это видео уже давно, но вот, к сожалению, только сейчас получилось. Три книги из этой серии я уже показала. Это были вот такие книги о капкейках, печенье и пирогах. На этот раз это отличнейшая книга о тортах, кексах и пирогах, опять же, другого типа. Она у меня из этой серии любимая, это самая такая часто используемая и ходовая, потому что здесь как раз тот вид выпечки, который я люблю больше всего и который чаще всего пеку. Оформление такое же, на нем нет смысла останавливаться. Вот такая с карманом обложка, мягкий переплет, книга очень толстая, бумага очень качественная. Здесь качество печати и бумаги выше всяческих похвал. Единственное, что хромает, опять же, переплет, потому что очень трудно на кухне чем-то заложить. Как видите, она закрывается. То есть, практически нужна в любом случае эта подставка, чтобы фиксировать или какой-то тяжелый предмет, потому что ее нет возможности, в общем-то, неудобно в пользовании. Здесь в начале книги есть очень такое удобное содержание и, в общем, легко найти какой-либо рецепт, потому что все они наглядно по категориям разделяются с фотографиями вместе. Что здесь есть за разделы? Ну, прежде всего, первый раздел. Это кексы, привычные в нашем понимании, оу, сори. Кексы, которые в основном выпекаются в виде, в таких прямоугольных длинных формах, выпекаются в виде традиционных кексов. Это морковный, это с клюквой, с шоколадом, с разными начинками. Розмариновый, в общем-то, фруктовый, фистас, фисташками, с цитрусами, не сладкие. Здесь они отдельно не выносятся, все идет как бы в перемешку. Традиционный базовый рецепт фунтового кекса. Здесь идут уже разные вариации фунтового кекса с добавками. И традиционный лимонный фунтовый апельсиновый, вот там с розмарином есть, с имбирем и так далее. Ну, в принципе, достаточно вот такой большой раздел. Следующий раздел это кексы, которые выпекаются в таких вот формах с дырками по центру. То есть, либо это кексы такие, типа вот как ангельский бисквит, либо традиционно вот такой вот формы. Здесь, опять же, такие есть более такие распространенные варианты, типа с цукини, на оливковом масле, с глазурью, без глазури, с вишнями, медовый. Есть она с добавлением кокоса, бананов шифоновый. Ну, вот, в принципе, вот такие. Есть небольшие кексики, но их не очень много. В основном это большого формата кексы, в больших формах выпекаемые. Вот такие вот ангельский бисквит, шоколадный кекс, мини, таких вот не очень много, с грушами. Очень интересное сочетание, очень интересное. То есть, такие неизбитые, это нетрадиционная яблочная шарлотка и все. Дальше идет раздел кофе-кейков. Здесь, в основном, все с крошкой, со штрейзелем, миндальной, с вишней, с клипки, вот этот такой, с цитрусовым дополнением, с ягодами, яблочный, коричный и так далее. Вот такие они идут. Следующий раздел это кексы. Я не знаю, как это правильно, адекватно перевести, но, вероятно, всего, это такие однослойники. Потому что здесь, в основном, вот пироги, которые я залил форму и выпек, это такие или квадратные, или круглые традиционно. На кленовом сиропе, там, допустим, просто такие британские, вот, шоколадные, яблочные пироги, это, ну, самый быстрый вариант выпечки, вот, из всех этих. И, получается, можно с дополнением сверху, с топпингами какими-то, ну, и сами по себе они тоже очень хороши, вот, с йогуртом и так далее. Вот такие бананово-пекановый, тыквенный, шоколадные, в общем, очень много их здесь. Дальше идет раздел с чизкейками, опять же, такие, здесь чизкейки самые разнообразные, ну, маленькие, большие, большие, в основном, все в большой форме. Есть, которые выпекаются, есть, которые уже без выпечки. Вот такие вот чизкейки. Следующий раздел это холодные, такие вот варианты десертов. То есть, либо это такие торты из мороженого, или замороженные уже, такие вот, например, там, с замороженным. Кремом-рулеты. Вот такие вот варианты более праздничные и, ну, летние, скорее всего. Фруктовые кексы или выпечка, тут и пироги есть, например, такие небольшие пироги, вот такие черничные, с персиками, с грушами, с виноградом. Клубничный, который с моей легкой руки уже обошел практически всех моих же друзей. Этот самый. Ну, вот такие, в общем-то, разные варианты. Ягоды, фрукты, всевозможные. Выпечка вся достаточно вот простая в этом разделе. И это уже раздел тортов, таких более праздничных вариантов. Очень красиво украшенные. Некоторые попроще, конечно, но, тем не менее, здесь уже нужно будет повозиться и с кремом, и с выпечкой бисквитов, и основой, ну, коржей. Ну, результаты, как видите, очень такие красивые. В конце книги традиционно уже есть информация, опять же, такие, это база информации об ингредиентах, о необходимых инструментах на кухне. Здесь вот есть информация о техниках самых таких базовых и взбивании, и как правильно отмерить, и как подготовить формы, как перевернуть, разрезать. В общем-то, есть вот такие варианты украшений, то есть, какие для этого нужны насадки, и что можно, как можно украсить. Затем всякие такие добавки, которые, там, всякие засахаренные цветы, цукаты, орешки, работа с шоколадом, всякие тоже такие декоры, там, листики шоколадные и прочее. Глазировка, и такие аккомпанементы в виде разных соусов и топпингов. Ну, и в конце вот базовые рецепты, которые нужны, там, не для одного, например, а для нескольких рецептов, потому, чтобы не повторяться, они вот вынесены здесь в самый конец. Ну, и индекс, как всегда. Индекс в конце книги очень удобный, очень подробный, здесь не только по названию рецепта, но и, естественно, по ингредиентам. Ну, и те книги, которые я уже показала. Вот, это вся серия пока на данный момент, не знаю, может, там, конечно, еще что-то уже успело выйти, но было четыре, вот пока было четыре. Всем спасибо за внимание, пока!